Наблюдая за жизнью в оккупированном Крыму, мы зачастую рассказываем вам про реалии полуострова в контексте туристов и отдыхающих, приезжающих в Крым курортный сезон. Но давайте посмотрим и на то, как и чем живут собственно сами жители полуострова. Какие камни с неба сыпятся на крымчан, с какими проблемами они нынче сталкиваются, как борются с ними, на кого надеются и с чем ничего поделать не могут. Практика показывает, что мы на правильном пути. Для начала можно отметить, что после старта так называемой СВО фраза многих расистов в Крыму «зато не стреляют» напрочь потеряла свою актуальность. На сегодняшний день было бы логичнее сказать «стреляют еще как». Уже два года военные цели в Крыму то и дело сбивают с собой всевозможные ракеты и дроны. Вот кое-что очень яркое из свеженького. Вышел на балкон, посмотрел, в ту сторону было зарево. Я в окна увидела клубы дыма, языки пламени. Недавно на нефтебазе Феодосии кто-то так зачетно покурил, что ставленникам Кремля пришлось останавливать движение поездов, эвакуировать сотни людей, живущих поблизости, и перекрывать дороги. В связи с пожаром проезд по Керченскому шоссе в сторону Приморского перекрытый, и объезд возможен только через село Владиславовка. С тушением нефтяного терминала явно возникли проблемы, ведь горел он несколько дней. Ой-ой-ой-ой-ой! Что происходит? И подобные истории происходят в Крыму на протяжении двух лет регулярно. То ПВОшка рашистов неудачно сработает и накроет отдыхающих людей на пляже, то по складу БК метко прилетит. Происла детонация боеприпасов на складе хранения. Соответственно, исходя из ситуации, сложившись со мной, принято решение эвакуировать в радиусе 5 километров от эпицентра, соответственно, население эвакуировать. То есть жили себе крымчане спокойно и бед не знали. А потом на полуостров пришла Россия. Устроила большую войну с Украиной, и теперь жителям Крыма то и дело приходится подскакивать от взрывов. И в целом, находясь рядом с законными военными целями, чувствовать себя, мягко говоря, не совсем в безопасности. Это, короче, капец. Так страшно. А понаехавшие из РФ персонажи на пару с кремлевскими упырями и крымскими коллаборантами еще и из-за моста напрягаются, каждый день ожидая, что его финишный час вот-вот настанет. Перекрытие сухопутного коридора в Крым вместе с массированным ударом самолета Ф-16 по Крымскому мосту это вот тот образ победы, который Белый дом сможет продать избирателям. А мы говорим с военной точки зрения, экономической точки зрения. Это логистика. И она должна быть уничтожена. Не будет анонса, когда это состоится. Не будет фанфара и оркестра, когда это состоится, и мы скажем, вот, летит. Это будет неожиданно для врага в любом случае, и будет уничтожено. Ну а в общем и целом, та еще атмосфера безопасности нынче царит в Крыму. По всему полуострову устанавливают бетонные укрытия, а в детских садах и школах окна заклеивают бронепленкой, которая не дает разлетаться осколкам при взрывной волне. Защитной пленкой покрываются все окна на всех этажах школы или детского сада, чтобы свести риск травмирования детей от осколков до нуля. Логично, что такая спецоперационная обстановочка негативно повлияла и на рынок недвижимости. Помните, как вскоре после аннексии Крыма россияне с болот помчали жить на полуостров и скупать там недвигу. Цены на квартиры подскочили в несколько раз. Теперь же, благодаря войне, спрос на недвижимость в Крыму заметно упал. Россияне, которые приезжают в Крым, они не спешат приобретать имущество на территории Крыма в связи с тем, что это небезопасно и что это не дает им уверенности, что они будут постоянно пользоваться этим жильем и этим имуществом. Наверное, не на такое рассчитывали те крымчане, которые в 2014 году повелись на расистскую пропаганду. Да и приехавшие незаконно в Крым на ПМЖ граждане Мордора, скорее всего, тоже не думали, что переехав на курортный полуостров, станут участниками таких остросюжетных экшенов. Да ПВО, походу. Пиздец. Станут так. Они же думали, что им ничего на полуострове не угрожает. Думали, что Кремль реально не позволит никому бить по Крыму. А российское ПВО действительно самое сильное в мире. Сегодня наш полуостров надежно защищен средствами противовоздушной и противоракетной обороны воздушно-космических сил России. А какой же неожиданностью для предателей стал реальный уровень жизни в сверхдержаве Россиюшки? Ну вот взять, к примеру, якобы высокие пенсии и зарплаты, о которых пели по Киселев ТВ, перед аннексией. У нас уровень жизни стал раз в сто хуже, чем был при Украине. Хуже? Да, нам много. Цены запредельные, безбашенные. Мы к таким ценам не привыкли. Зарплаты у нас особо не выросли. Более того, оказывается, в Рашке могут нехило прокидывать и вообще зарплаты не платить. Из-за задолженности, возникшей на главной федеральной стройке, рабочим нечем кормить свои семьи. Пропала надежда на справедливость. Гляньте на это недавнее видеообращение севастопольских строителей-неудачников, которых кинули на очередной федеральной стройке и не выплатили зарплаты. Мы севастопольцы, и наша бригада, и 40 человек полностью качественно и в срок выполняла работу по устройству монолитных конструкций для общежитий. Однако выполнены работы уже почти как три месяца не оплачены. Перед нами долг составляет более 5 миллионов рублей. Мы уверены, что плата за выполненные наши работы до нас не дошла. Я сел в карманах таких лиц, руководящих этой скандальной стройкой, в лице Белова Алексея Леонидовича и Седукова Александра Вадимовича. Коррупция в Великой Духовной России? Да не может такого быть. Есть подтверждающая аудиозапись с Беловым, что Белов Алексей Леонидович передал сумму в 19 миллионов 750 тысяч рублей Седукову Александру Вадимовичу, на которой был приобретен автомобиль Land Cruiser и взяты в лизинг или взяты в аренду два грузовых автомобиля, которые приносят им до сих пор прибыль на опру в строй и работают где-то в ЛНР. Самое забавное, что уже буквально на следующий день появилось новое видеообращение строителей на фоне Триколора с извинениями якобы за клевету. Подтверждаю, что все претензии удовлетворены. Перечисленным организациям претензий не имею. Благодаря дипломатическим способностям заказчика все вопросы были выявлены верным путем. Также мы хотим привести извинения за клевету перед Седуковым Александром Вадимовичем. А как вы хотели? Это же Россия. Тут такие порядки. Нужно молча принимать условия, совсем мириться и ни в коем случае не жаловаться в открытую на власть. Но меру надо знать во всем. У нас подчас меры никто краев не чувствует. Но причин для жалоб у крымчан нынче хоть отбавляй. Они вполне могли бы рассказать и про заоблачные цены на полуострове. Вон даже у туристов с болот стоимость продуктов в Крыму вызывает шок. Мы уже месяц живем в Крыму, и я до сих пор не могу привыкнуть к местным ценам. Сейчас я покажу цены на продукты и сверную их с питерскими ценами. 89 рублей. Пятерочки. У него можно за 50 купить. 150 рублей. Я любила вот эти штуки поесть. Ну, на ночь там или еще как-то. 115 рублей. Грабеж. Цены не детские. Мало того, что после оккупации в 2014 году цены на крымском полуострове сразу же подтянулись к общероссийским, так еще и после начала большой войны Крым в унисон со всем мордором продолжает поддерживать тренд на подражание всего вокруг. Поэтому инфляция на полуострове сейчас и несется вперед паровоза. Точно так же, как и по всей России. По итогам 8 месяцев этого года инфляция составила 105,2%. Это на несколько десятых процентов выше, чем в декабре 2023 года. У нас подорожали услуги ЖКХ. Если сравнивать август к декабрю предыдущего года, то они возросли на 13,5%. А это много. Да-да, тарифы ж на услуги ЖКХ поднялись по всей РФ. И, конечно же, для крымского полуострова особенных правил и условий не будет. Процентов на 20, наверное, точно подорожало все. Платили 5, стали платить 7 значительно. Ну, там, ну, не на 100 рублей, не на 200, а больше подорожали. Коммунальные услуги, конечно, ну, хотелось бы. Или зарплаты побольше, или коммунальные поменьше. А могли ли крымские предприниматели, в частности, из той категории, которая радовалась аннексии Крыма, представить, что их бизнес с матушкой России пойдет по наклонной? В Севастополе, например, более чем вдвое сократились доходы заведений питания, сообщил Крымстат. Ресторанный бизнес в Севастополе погибает. Количество летних площадок в Севастополе сократилось с сотни до примерно 40, и эксперты ожидают дальнейшего ухудшения ситуации. Да что тут говорить, достаточно просто посмотреть, как в этом году шли дела у бизнесменов в курортных городках. Здесь почему-то все закрыто, раньше было открыто. Здесь работа ведется. Здравствуйте, туристы есть уже? Мало очень. Мало? Пока мало. Вот видите, все пусто, как зимой. А на минуточку сейчас, сегодня, 2 июля 2024 год. Кафе почему-то закрыто. С этой стороны тоже никого нет. Офигеть. Да уж, печальная картина. А ведь туризм был и остается важнейшей отраслью экономики Крыма. Видите, вообще пустота. Никого нет. Не знаю, какой-то прям провальный сезон в этом году в Крыму. Вы не представляете, насколько грустно наблюдать и за коммунальной сферой аннексированного полуострова. Агаринский парк, вторник. Здесь вот пролом. Жесть какая-то. Многие из тех, кто не смог противостоять российской пропаганде до 2014 года, были уверены, что в РФе, такой великой и богатой стране, везде чистота и порядок. Мол, все сферы находятся под жестким контролем. Они поняли, как ошибались, когда собственными глазами увидели исконно русское разгильдяйство и пофигизм. Прям чистота и порядок. Про обновления и ремонты коммунальной инфраструктуры рашисты могут рассказывать только по телеку. А на деле крымчане видят вот это. Износ устаревших коммуникаций не стоит на месте. Как результат, регулярные прорывы труб и канализации, которые происходили этим летом по всему полуострову. А потом это все стекает в реки и море. Признавайтесь, вы же даже через экран ощущаете эти ароматы, которые распространились по пляжу в Судаке. А как вам вот такая Кока-Кола из крана Вселемирная? Круче разве что только вот такой кофеек в Керчи. Много вопросов у крымчан и к великодуховному русскому благоустройству. Тротуары без бордюров, закатанные в асфальт деревья. Ну правда, это же они только в пропагандистских целях вылизали главные улицы самых популярных городов ЮБК. А стоит только за угол зайти, и можно увидеть много всего интересного. Площадь Захарова, то, на что мы заслужили. Грязь абсолютно. Ну то есть абсолютно все, чем так хвастался Кремль во время аннексии Крыма, оказалось фейком. Крымчане увидели собственными глазами, как выглядит их хваленая российская медицина. Я подошел к семи, вот такая вот очередь уже стоит. Это, блядь, семь утра. Это еще даже не открылась поликлиника. И сейчас начнутся голодные игры, когда откроются двери, все начнут заходить. Схожая ситуация и с образованием. Да о каком вообще нормальном образовании может идти речь, если основная задача у Кремля по отношению к детям, особенно на оккупированных территориях, это вырастить из них полностью ручных солдат. С напрочь промытыми мозгами. Спасибо! 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 Смотри, какие у нас бойцы. Мы отстоим Курскую землю. Победа будет за нами! О каком нормальном сознании и мировоззрении можно говорить, если уроки детям в школах преподают самые настоящие бандиты и убийцы, так называемые герои-СВОшники? Если детские лагеря в Крыму, Мордор превращает в настоящие патриотическо-фашистские центры. И песенки там соответствующие поют. Матушка, тебя урелая березонька, Для меня слитая ручь, для других задозонька. А что уж говорить про всякие мероприятия на полуострове, куда оккупанты активно завлекают детей. Мы постарались сегодня подобрать для ребят самые морские занятия и увлечения, какие только есть. Оформили это в виде квеста. Первые, кто пройдут полностью этот квест, смогут получить призы. Ну вот стоит только посмотреть, как недавно в Севастопольском парке патриот отпраздновали так называемый день тельняшки. Настоящий зет-цирк, никак иначе. На праздник приехали не только севастопольские дети, но и ребята из новых регионов России, которые сейчас отдыхают в Артеке. Гости парка вязали узлы, взбирались по трапу, участвовали в эстафетах и писали письма со словами поддержки нашим защитникам на фронт. Параллельно расисты не прекращают отбирать у крымчан их имущество, земли, бизнес. Думаете, просто так по всему полуострову, особенно в самых видных и выгодных местах, то и дело горят всевозможные кафешки и торговые павильоны? Этой весной в Евпатории сгорел тропик парк, который располагался в старом парке аттракционов. Местные жители тут же выдвинули свои версии. Мол, пожар в зоопарке случился не просто так. Наверняка кто-то положил глаз на привлекательный объект, который находится в самом центре города. Кому-то место понадобилось. Построят потом на костях безвинно погибших животных очередной отельчик, приносящий бабло. Наверное, кому-то выгодно. Хорошее место для новостроек. Место действительно козырное, центр города. Не верю я в проводку. Вот теперь будем наблюдать, кто там будет строиться и делать выводы. И такие мысли не случайны. С самого начала аннексии Крыма Россия принялась уничтожать и разрывать Крымский полуостров на части. Исключительно в своих интересах. А точнее, интересах кремлевских упырей. Несколько слов на эту тему. Лакомые кусочки полуострова продолжают переходить в руки людей из окружения Путлера и главных российских ставленников в Крыму. Ну вот, к примеру, один из самых влиятельных людей в Мордоре, глава Сбербанка России Герман Греф, активно застраивает южный берег Крыма, забирая у местных жителей их земли, бизнес, вырубая ради своих объектов реликтовые леса. Вот на видео его элитный комплекс в Алубке, который местные прозвали «Дачей Грефа». То же касается и известных миллиардеров братьев Ротенбергов. Недавно издание «Верстка» выяснило, что эти российские олигархи по совместительству друзья Бункерного в прошлом году завладели на полуострове как минимум 10 участками земли для строительства масштабной яхтенной марины. Представляете, сколько там всего выгодного перешло к их рукам за 10 лет оккупации? Братья Ротенберги завладели участками через госаукционы, судебные тяжбы и давление на местных предпринимателей. Крым – это мне очень нравится. Хорошее место для отдыха. А отдыхать в Крым приезжаете? Да, я люблю в Крыму отдыхать. Короче говоря, когда они все в 2014 году кричали «Крым наш», то в прямом смысле имели в виду, что Крым их, а простые крымчане и понаехавшие сюда с болот россияне, конечно же, оказались в пролете. Да уж, не на такие камни с неба они рассчитывали, но удивляться не стоит. Так было всегда и везде, куда приходила Россия. Все территории, оккупированные Мордором, так или иначе превращаются в серые зоны, в которых не работают законы, приближенные к власти только обогащаются, а жизнь простых людей с каждым днем становится только тяжелее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok